Всем большой привет, друзья! Сегодня будет видео не совсем по теме моего канала, не о моей собаке, если она решила его позвать, чтобы он с вами поздоровался, медвежонок. Здорово, я сесарский, скажу всем привет! Как вы смогли понять из моих последних видео, у меня сейчас период жуткой аллергии, я вообще ничего не могу поделать, чихаю каждые две минуты. Сегодня по запросам своих зрителей, их было не так много, но меня очень часто просили показать, как я стираю свои кеды. У меня кеды вот такие вот конверсы, оригинальные покупала, я их в Москве, в торговом центре, который называется Метрополис, стоили они примерно 4,5 тысяч рублей. Я сочла, что нужно купить хорошие конверсы, никакие там не подделки, не через интернет, лучше сделать это в официальном магазине, потому что настоящие конверсы, они просто неубиваемые, вы их можете стирать бесконечное количество раз, я стираю их примерно один раз в две недели. Я вам хочу показать свой способ, как вообще их постирать, очень просто, без использования машинки, не нужно там их барабанем крутить по 2 часа, не знаю, сначала я это делала, потому что все в основном стирают их в машинках, как-то так запрасывают, вот, типа они там отстирываются, у меня как-то очень хорошо они не отстирываются, то ли у меня машинка не очень хорошая, в общем, я нашла для себя отличный способ. Нам с вами понадобится вот такой кусок мыла, который называется антипетин, он продается, мне кажется, во всех магазинах, и в больших торговых центрах, и в каких-то маленьких хозяйственных. У меня упаковочки уже нет, обязательно вставлю картинку, как оно выглядит, стоит вообще 3 рубля. Кеды, после того, как вот я постираю с этим мылом, не знаю, белее белого, поэтому сегодня я вам хочу показать, как я это делаю. Вы можете этим мылом постирать свои любые кроссовки, не обязательно такие конверсы, я думаю, тоже будет довольный результат. Первое, что вам будет необходимо сделать, это вытащить шнурочки из ваших кедиков. Возьмите любой тазик, в который поместятся ваши кеды, налейте немного тепленькой водички, возьмите самый обычный порошок, который есть у вас дома, насыпаем порошочек, растворяем его в воде. Нам нужно, чтобы образовалась вот такая пена. Кладем сюда шнурки, и кладем сюда кеды. Оставляем кеды замоченными в тазике на 20 минут. И теперь я беру вот такую обычную щеточку, маленькую, жесткую довольно-таки, и начинаю без ничего, без мыла, просто их чистить. Теперь я беру мыло, которое я вам показывала, антипетин, натираю вот так вот щеточку, и сначала буду чистить подошву. Теперь я беру вот это мыло, и натираю сами кеды. И теперь смотрите уже по состоянию загрязнения ваших кед. Они могут отстираться с первого раза, иногда я наношу мыло три раза, то есть вот так наношу, оставляю на пять минуточек, потом трущеточкой наношу второй раз, и третий, но, как правило, вот со второго там раза уже все отмывается, они вообще будут чистенькие. Теперь беру шнурочки, точно так же натираю их мылом, и оставляю их такими мыльными в сторону. Уже после первой стирки с мыльцем, смотрите, они стали абсолютно чистые, внутри подошва уже просто не отстирывается, а так сверху вот и резинка, и подошва, все-все чистенькое, шнурочки тоже идеально белые. Так как сейчас на улице очень тепло, я предпочитаю сушить их на лоджии, ставлю их вот так вот на пяточки, облокачиваю, например, к стеночке, и потихонечку сушу. Высыхают они примерно часов за пять. Я вам покажу, как я их обычно зашнуровываю. Берем шнурочек, вот таким образом вставляем в эту дырочку и в эту. Вытягиваем, смотрим, чтобы они были ровненькие, не перекручивались, и потом точно так же. Смотрим, чтобы два конца у нас были ровные. Так, вот подтягиваем. Вот, кончики у нас ровненькие, и точно так же продолжаем. Вот сюда и вот сюда. Когда я сделала два крестика, смотрите, вот здесь вот на язычке идет вот такая петелька, просовываем сюда. И теперь просовываем вот в эти дырочки. Вот так вот я их зашнуровываю. В последнюю дырочку я не продеваю. Так вот отгибаю язычок, завязываю здесь бантик, и все. Вот таким вот образом я их ношу. Надеваю так вот на ножку, и здесь получается у вас ничего нет, никакого бантика. Субтитры сделал DimaTorzok